В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Александр Назаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы собираетесь вместе с друзьями поехать на машине в Дакар? Как появилась эта идея? Да, собираемся. В общем, мы четыре одногруппника. Закончили политех. Троем закончили, один заканчивает. В следующем году буквально. И мы стараемся всегда придумать какие-то для себя приключения, которые и нам запомнятся, и будет что-то детям рассказать, поведать. Мы два года назад покорили Эльбрус. И у нас было время, в котором мы искали какое-то новое для себя приключение. И совершенно случайно один из участников нашего нового приключения, Богдан Ратазей, увидел в интернете, что существует такое ралли. Ралли называется на Банжул Челлендж. Суть которого заключается в том, чтобы купить поддержанный автомобиль, это до 200 евро. Стартует ралли с города Амстердам или с Плимут в Англии. На нем доехать в африканские страны, это или Гамбия, или Дакар, это две соседние страны, там между столицами буквально 200-300 километров. Продать машину на благотворительном аукционе и деньги пустить на благотворительность. Сами садятся все в самолет и улетают домой. В общем, это такой способ посмотреть мир и помочь людям. Я думаю, это здорово. Расскажите про машину, которая поедет. Долго мы думали, на какой же машине поедем. Бюджет у нас был как бы не 200 евро, а 20 тысяч рублей. Мы в рублях все измеряем. За эти деньги можно было взять и Жигули, и какую-нибудь старую ушатанную Волгу. Можно быть даже какую-нибудь иномарку старую-старую. Но мы подумали, что есть такой автомобиль Москвич, которого уже как бы нет и не завода, и не машины. Но у него история ролильная есть. И он и по вместительности к нам подходит, и по расходу. Например, с той же Волгой, если сравнивать. И как бы драматургия какая-то в этом есть. Если мы едем на Москвиче, а не на какой-то там иномарке, просто я думаю, что будет интереснее следить. И больше тех, кто крутит у виска, когда мы говорим, что мы собираемся ехать в Африку именно на Москвиче. Но эту машину вы купили или она все-таки чья-то? Мы ее купили специально для этого у дедушки в Рязани здесь за 20 тысяч рублей. Вы ее как-то готовите к поездке? Да, готовим. Внешне она будет выглядеть так, как она выглядит сейчас примерно. Потому что надо, чтобы было в это сложно поверить. Внешне. А технически, конечно, она будет полностью перебрана. Уже в настоящий момент мы этим занимаемся. Уже заканчивается переборка полной двигателя. Полная переборка ходовой уже закончена. Также будет усовершенствована, так сказать, система охлаждения. Потому что нам предстоит проехать через западную Сахару. Там температура как бы такие запредельные. И система подачи топлива будет тоже немножко усовершенствовать. Так как это болезнь москвичевская, что перегревается насос бензиновый и проблемы случаются. Поэтому будем делать электронный обход. Вы делаете все это сами? Мы сотрудничаем с автосервисом с одним. Они нам помогают. А вообще какой путь этой машине предстоит проделать? Около 9 тысяч километров. Около 14 стран. Чем будете заниматься в дороге? Будем стараться, конечно, вести небольшой блог в своих соцсетях все. И параллельно с этим будем снимать такой достаточно большой блог, который мы будем потом выкладывать на YouTube и так далее. Такие сайты, чтобы было интересно смотреть. Там уже такие ролики по 20-30 минут, надеюсь. И, конечно же, смотреть мир. Ну вот что именно хотели посмотреть? Может быть, уже запланированы какие-то остановки где-то в каких-то городах? Мы будем стараться. Опять же, загадывать, тем более с такой машиной ничего нельзя. Мы будем стараться остановиться во всех столицах стран, которые мы проезжаем. То есть это Минск, Варшава, Берлин, Амстердам, Париж, Мадрид и так далее. И сфотографироваться, конечно, со всеми достопримечательностью. Росты как относится к этой инициативе? Ну, мы уже второй год пошел. Они уже успокоились, да? Я просто сразу им начинал говорить, что мы... Мам, пап, мы собираемся ехать как бы в Африку на Москве. Но они думали, что это шутка. Ну, насчет Элибруса мы тоже говорили, мы не верили. Но недавно поверили. Когда уже видят, что мы серьезно к этому подходим. Так что теперь уже, конечно, все волнуются, переживают. Потому что в Африке, тем более после недавних событий, там такая обстановочка напряженная. Но конкретно те страны, которые мы проезжаем, четыре африканские страны, это Марокко, в принципе, туристическое, там спокойно все. Западная Сахара, Мавритания, вопросы, конечно. Сенегала уже вроде как тоже туристическое, там все должно быть в порядке. Вы как-то уже заявили свое участие или еще пока нет? Пока нет, потому что, я говорю еще раз, ралли стартует зимой. Мы поедем один по маршруту ралли. Кстати, это ралли проходит по участкам знаменитого ралли Париж-Дакар. И именно, кстати, в Дакаре я всегда финишировал это ралли Париж-Дакар. Там есть голубое озеро. И мы хотим до туда именно доехать на нашей машине. Сколько времени займет весь путь? Закладываем 3-4 недели. Но это если без поломок, то есть вы поедете без остановок. Мы надеемся, да. А в Дакаре что будете делать? Хотим сафари африканского видеть. Там, говорят, есть уже похожая на настоящая африканская сафари. Вот как бы настоящая она в Кении, но Кении это намного дальше и опаснее, и дольше в следующий раз. А сам аукцион как проходит? Есть ли гарантия точная, что авто вы продадите? Есть. Просто у нас цель такая стопроцентная. Даже если мы не продадим на благотворительном аукционе, мы найдем человека, которому это автономить будет нужным, и просто вручим ему ключи. Или продадим просто и деньги раздадим. Но благотворительный аукцион, это уже ясно, на что пойдут деньги? Или это вы будете решать? Пока нет. Пока еще очень далеко до этого времени. Я думаю, возможно, даже будем решать мы. Но вы бы хотели отдать? Хотим отдать детям. Африканские. Потому что там очень много проблем. Даже банальная нехватка питьевой воды. Я думаю, это будет здорово. А желающих вам помочь достаточно или все-таки нет? Я думаю, что чем ближе к выезду, тем больше желающих нам помочь. Пока что, я говорю еще раз, большинство нам просто с такими вопросами к нам относятся. Ну, желающие люди и помогающие, они есть и верящие в нас. И это очень радует. Ну, какую сумму вам все-таки надо собрать? Мы посчитали примерно. Примерный бюджет нашей поездки около полумиллиона рублей. Это перелет, конечно же, большую часть суммы. Это прививки, которые нам надо сделать. Страховки, визы, проживание, бензин, полтора евро в Европе. Там это только верхушка айсберга. Я думаю, много статей, платежей нам по ходу движения еще сплюет. Вот так. Но еще вещи пока не начали собирать. Дарноват. Какие-то я у вас в группе видела, какие-то сувениры вы уже продаете? Или вы не продаете, а только планируете продавать? Как бы вот ребята, которые примерно так же путешествуют, которые хотят посмотреть мир, они предлагают тем, кому интересно наблюдать за этими людьми, которые путешествуют, предлагают, например, отправить открытку из какой-то страны и так далее за небольшую сумму. Тем самым человек, которому это интересно наблюдать, он помогает проекту и получает за это какие-то сувениры из других стран. Так что да, в настоящий момент у нас небольшие сувенирчики, магнетики и так далее продаются. То есть не сейчас мы их будем отдавать, а по приезду все. Ну я вам желаю, что у вас все удалось. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях в программе «Городские встречи» был Александр Назаров. Он вместе с друзьями собирается на машине доехать до Дакара. Спасибо, что пришли. И вам спасибо, что пригласили. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова